Часто мы видим, что человек подтягивается на турнике десятки раз, но при этом его спина не очень-то широкая. А другой человек подтягивается на турнике, допустим, всего лишь 10 повторений, но при этом имеет очень большую гипертрофию мышц спины. Я всегда работал на гипертрофию, то есть я работал на турнике, в том числе на перекладине, для того, чтобы увеличить и развить мышцы. Количество повторений для меня было вторичной целью, потому что это приводит совершенно к другим результатам. Поэтому, если вас интересует максимальное количество повторений на турнике, посмотрите мой другой ролик на эту тему. Но если вас интересует развить ваши мышцы максимально эффективно с помощью турника, то смотрите это видео внимательно и смотрите до конца. Первая, самая простая причина, почему у нас не растут мышцы на турнике, это потому что собственный вес тела недостаточен. То есть мы начинаем подтягиваться, делаем 10 повторений, делаем 15 повторений и можем делать еще, даже и 20 повторений можем сделать. Это означает, что мы уже вышли на тот уровень, что собственного веса недостаточно, значит начинается плата в тренировках, плата в развитии мышц. Количество повторений будет расти, выносливость мышц будет расти, а их сила и масса уже расти не будут. Лечится это очень простым методом. Либо вы подвешиваете себе на пояс дополнительные грузы, постепенно его увеличиваете. Первый подход, допустим, 8 повторений без дополнительного веса. Затем выполняете 3 подхода и с каждым подходом на 5 килограмм больше. И таким образом у вас получается всего лишь 5 повторений в последнем подходе, но уже мышцы спины начинают работать в режиме увлечения силы и в режиме мышечной гипертрофии. Есть методы, когда человек, допустим, подтягивается на одной руке, а другую руку он держит всего лишь двумя пальцами. Потом, соответственно, уже один палец и так далее. И потом, в конце концов, нужно подвесить здесь резинку. Здесь вы держитесь за резину, а здесь держитесь за турбин. И у вас нагрузка на свободном курсе увеличивается, увеличивается. Вы можете решать вопрос с помощью подтягиваний в полтрелке и в перспективе на одной руке. Но с точки зрения удобства, применение дополнительного веса поможет гипертрофии мышц более оптимальным образом. Все-таки и техника подтягивания на одной руке не подходит людям с большим весом собственного тела. Она требует определенных креплений, широчайшие мышцы, определенной длины связок, сухожилий. Подтягивания на одной руке подойдут не всем. Подтягивания с дополнительным весом подойдут всем. Вторая причина, почему не растут мышцы. Вашего собственного веса вам достаточно. Но ваши кисти не выдерживают. Вы начинаете подтягиваться. Подтянулись, например, 7 повторений. И можете подтянуться 8 и 9. Но вы чувствуете, что ваши пальцы разжимаются с турника и падают. Как же поступить в таком случае? Самый простой способ, который поможет вам сразу же решить эту проблему, сразу же мышцы спины снова начнут расти, это использовать кистевые лямки. Вы берете вот такие вот лямки, еще их называют тяги, стропы, как угодно. Как бы вы их ни называли, кистевые там ремни. Одеваете вот так вот на руку. Самостоятельно привязываемся к турнику. Ну, все. Этот хват железный. У вас уже всегда устанет сначала. Всегда у вас сначала устанут мышцы спины, а кисти еще не откажут. Они наоборот. И таким образом препятствий не будет. Но для кого-то это путь неподходящий. Кто-то хочет увеличить силу кисти. И таким образом решить вопрос. Если вы не хотите пользоваться лямками, пожалуйста, есть другой способ. Вот такие вот расширители хвата. Вы одеваете их на перекладину. Вы повисаете на них и подтягиваетесь. Чувствуете, что ваш хват начинает нагружаться гораздо больше. Таким образом вам понадобятся отдельные тренировки на силу хвата и отдельные тренировки на гипертрофию спины. Без этих расширителей хват покажется вам элементарным делом. Еще одна причина, почему не растут мышцы спины от подтягиваний, в том, что вы переносите нагрузку на другие группы мышц. Вы распределяете нагрузку не только на мышцы спины, но и очень большую роль играют бицепсы. И даже вы умудряетесь подключить грудные мышцы и мышцы живота. Я чувствую, как работает грудь. Я чувствую, как работает бицепс и пресс. Как же избежать всего этого? Техника. Как обычно подтягиваются турники? Берутся за турник руками. Вот таким хватом. Большой палец вверх. Повисают на турнике. Начинают подтягиваться пресс. Подключается. Потом, когда подбородок оказывается на турнику, и выводится на турнику вперед, в этот момент незаметно для себя происходит вот такое вот подкручивание. То есть, пресс напрягается, тело скручивается, сгибается. Еще раз показываю повис. И вперед пошел к подбородку. Как же нам изолировать спину, чтобы работала только спина? Минимизировать акцент на руки. Минимизировать акцент на пресс и на грудные мышцы, которые тоже будут включаться. При выведении руки вперед, мы все знаем движение с колесом, вот это для груди. И работа с колесом на полу для пресса. И грудные мышцы работают тоже. То есть, нам нежелательно, чтобы рука шла вперед. Чтобы максимально изолировать действие мышц спины, нам нужно развести локти в стороны, взяться широким хватом. А сам хват должен быть вот такой. Когда мы берем вот так, мы меньше включаем спину почему-то, я не знаю почему, чем когда мы берем вот таким образом. Психологически легче тянуть локти назад и отключить другие мышцы. Кто работал долго и кто хорошо умеет чувствовать спину, он знает про этот хват, знает о чем я говорю. Смотрите, вот неправильный вариант. Более узкий хват, полностью, полностью с пальцем, повис и вот вперед пошел. С точки зрения соревнований, повис и пошел вперед под бородком, правильно. С точки зрения изоляции широчайших мышц спины. Более широкий хват. Беремся полностью, повисаем и сводим лопатки и назад подтягиваемся. Назад. Вы даже не дотянетесь так высоко. Допустим, вы даже не подтянете ваш подбородок выше перекладины. Вас это не должно волновать. Вы должны думать только о том, чтобы локти шли через стороны, чтобы лопатки были более сведены. Чтобы вы работали вот через стороны, чтобы не было вот этого, понимаете? Чтобы не было наклона головы вперед, сведение локтей, подкручивание пресса. Пресс растяните. Отведите ноги назад, пресс постоянно должен быть растянут. Спина ровная. Обычные подтягивания. С подкручиванием пресса и подтягиваем для спины. Более широкое положение рук, пальцы с одной стороны от углека и движение локти в стороны назад. При виде сбоку разница примерно такая. Так. Для спины. Так. Для всего тела. Если наша цель подтянуться с максимально большим весом или сделать максимально большое количество повторений, то более правильно включать все мышцы, потому что это позволит вам победить на соревнованиях по стрит-лифтингу или на соревнованиях по количеству повторений. Но если ваша цель гипертрофия мышц спины, классная широкая спина, делайте на гипертрофию, делайте изолировано. Каждая цель достигается путем строго определенных действий. Это методика, ребята. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Если вы хотите накачать мышцы ЖЭДЖИ, пишите лично мне. И с моей помощью вы, конечно же, сможете получить результат быстрее, чем занимаясь самостоятельно. До новых встреч, друзья! Пока!